Доброе-доброе утро, уважаемые телезрители! Это воскресенье, 11 утра, наш любимый канал «Скат ТНТ» и стильная модная передача «Утро в большом городе». И вас приветствует наша команда «Микс и Пау». В прошлой программе мы говорили о том, что будем вручать подарки. И первой дозвонившейся, которая правильно назвала промокод, была Светлана Новикова, с чем мы ее, собственно, и поздравляем. Светлана, вы идете на замечательный московский спектакль с партнером «Билет на два лица». Приятного вам просмотра! А также мы устроили голосование в нашей группе ВКонтакте, какой цвет на нашем флаге самый важный. И, конечно же, пришли к выводу, что нашу страну олицетворяют три цвета. Дорогие друзья, и с помощью генератора случайных чисел мы выбрали победительницу. И ее зовут Алина Колесникова. Алиночка, с вами обязательно свяжется наш администратор, и вы получаете два пригласительных на известный московский спектакль. Удачи вам! Третье воскресенье июня. Этот день, если знают не все, то очень многие. В этот день наша страна отмечает День медицинского работника. Нет такого человека в жизни, который бы не сталкивался с медициной. Ведь каждый хочет прожить долгую и активную жизнь. И болезнь лучше предупредить, и вовремя начать ее лечить. Уважаемые медицинские работники, мы доверяем вам здоровье наше и наших близких. Мы от души поздравляем вас с этим праздником и желаем процветания и, конечно же, побольше, побольше хороших пациентов. День медицинского работника – это праздник не только врачей, но и медсестер, фельдшеров и младшего персонала. Ведь ни один прибор не заменит действительно чуткой и внимательной заботы наших больных. Многие из медиков будут отмечать этот праздник на своем рабочем месте. И в 1980 году этот праздник был учрежден Верховным Советом Союза СССР. Еще раз праздником вас, наши дорогие, уважаемые, святые люди! Дорогие друзья, ну а я несу вам радостное событие. Это розыгрыш, розыгрыш, розыгрыш. Итак, условия конкурса таковы. На протяжении передачи, если вы увидели промокод, то звоните по телефону, который будет указан на вашем экране. И получаете вы уникальный, ну просто уникальный приз. Мы разыгрываем два билета на разовую фитнес-процедуру, стимулирующую ваши мышцы всего лишь за 20 минут. Дорогие друзья, и вы можете быть похожим на самого настоящего. Ну мне, конечно, еще далеко, но я думаю, после этих процедур мы обязательно достигнем полноценного результата. Ну и еще раз праздник, уважаемые медики. Но а что об этом празднике знает наша самарция, смотрим прямо на экран. Шоумен Сергей Тюпаев представляет. Мероприятие любого уровня. Стильно, весело и эпатажно. Стиль. Стиль. Вся информация на сайте сергеитюпаев.рф Эта история произошла в Австралии. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как местный житель расплачивался за продукты, в то время как к кассе подбежала обезумевшая от страха женщина. На руках она держала двухлетнюю дочь, которая внезапно потеряла сознание и не дышала. Мать в панике просила окружающих помочь и пыталась докричаться до мужа, который находился снаружи. Один из покупателей попытался оказать первую помощь маленькой девочке, которая на тот момент уже не подавала признаков жизни. В это время в магазин влетел отец ребенка и в еще большей растерянности, чем его жена, стал бегать, зовя на помощь. Отец девочки уже потерял всякую надежду на ее спасение. Но один из покупателей не сдавался, продолжая делать искусственное дыхание. И это сработало. Постепенно девочка начала дышать и открыла глаза. Отец ребенка не мог поверить, что его дочь жива и на радостях обнял спасителя своего ребенка. Только что мы показали вам пример того, как вовремя оказанная первая медицинская помощь может спасти жизнь человека. Меня зовут Антон Доценко. Меня зовут Артем Тубиков. И вы смотрите рубрику «Наша реальность». В сегодняшнем выпуске мы узнаем, смогут ли жители Самары оказать первую медицинскую помощь. Приходилось ли тебе когда-нибудь оказывать первую медицинскую помощь? Нет. Знания есть, а вот про практики нет никакой. Нет, не приходилось. Конечно, приходилось. У меня двое детей. Я часто сталкиваюсь с порезами, ушибами. Я оказывал взрослому человеку нацеление. На тренировке, когда неудачный бросок был, человек потом, надо было его переворачивать на плечо, слегка надавить сверху. Как вы считаете, нужно ли преподавать это людям и чтобы все люди знали? Да, конечно. Любому может пригодиться в трудной ситуации. Знать, конечно, нужно. Дай Бог, чтобы это никогда никому не пригодилось. Да, это должны преподавать школы. Стыдно, что я не знаю таких элементарных вещей, потому что вдруг придется оказываться скорая помощь. Это обязательно нужно, потому что жизнь полна неожиданностей, и человек должен уметь не испугаться, а грамотно действовать в этой ситуации, причем действовать эффективно. Каждый человек должен уметь это делать. Чтобы если человек какому-нибудь стало плохо, он мог бы оказать помощь. Вовремя оказанная первая медицинская помощь может спасти и чью-то жизнь. Смотрите рубрику «Наша реальность» в программе «Утро в Большом городе» каждое воскресенье в 11 утра. С вами был Антон Доценко и Артем Тупиков. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Вот, Сергей Юрьевич, жалуется. Так, Владимир, что тут у вас? Да вот пациентке плохо. Мне уже неплохо, а очень даже хорошо. Ну, рассказывайте, что вас беспокоит, что тревожит. Уже ничего не тревожит. Ну, если только женское начало, может показать. Я считаю, что здесь требуется более серьезное обследование. И я знаю, к кому вам в первую очередь нужно обратиться. К кому, доктор? К кому, доктор? Доброе утро, дорогие и любимые наши телезрители. На дворе лето и вовсю идет открытие пляжного сезона. И все мы, конечно же, хотим выглядеть стройными, загорелыми и подтянутыми. Но как же добиться этого эффекта? Неужели придется изнурять себя многочасовыми тренировками в зале? Нет, лучше попробовать новый крутой метод, который позволит вам всего лишь за 20 минут, два раза в неделю добиться максимального успеха. Вы спросите, как это? Об этом нам расскажет персональный тренер Анастасия. Здравствуй, Анастасия. Доброе утро, Никита. Настя, расскажи, пожалуйста, нам что-нибудь подробнее про эти тренировки. Зачем что-то рассказывать? Сейчас я на твоем примере все и покажу. Тебя ожидает персональная тренировка в студии, где будет надет специальный костюм, через который проходят импульсы. Они заставляют сокращаться мышцы с большей эффективностью за меньшее количество времени. Да, это абсолютно новое, инновационное и эксклюзивное занятие фитнесом. Для результата требуется всего 20 минут два раза в неделю. Совсем не требуется спортивная одежда и нет нагрузки на суставы и позвоночник. В процессе тренировки задействованы одновременно 80% мышц всего тела, включая глубоко расположенные. Данная тренировка подходит для тех, кому противопоказаны физические нагрузки из-за проблем с суставами, позвоночником или сердечно-сосудистой системой. Тренировка в 18 раз эффективнее обычной. Идеально подходит профессиональным спортсменам, которые хотят резко повысить свою эффективность и выносливость мышц. МС-тренировки отлично корректируют фигуру. Они следят за снижением веса, подтяжкой кожи, наращиванием мышечной массы и избавляют от лишнего жира и целлюлита. Электромиостимуляция способствует повышению обмена веществ и кровообращения, выводит шлаки и жидкость, омолаживает биологический возраст организма и также способствует повышению иммунитета. Ой, Настя, ну это просто какие-то космические, мега-крутые ощущения. Прошло всего 20 минут, а я чувствую себя, как будто я занимался в зале часа 3 минимум. Это мега-успех. Спасибо тебе большое. На здоровье. Ну что, доктор, это не смертельно? Жить-то я буду. Не знаю, я еще не решил. Наталья, а давно это с вами? Давно. И совсем не приняли на личную жизнь. Мне почему-то всем хочется помочь обрести свое счастье, построить отношения, сыграть им свадьбу. Ну, дорогая, с вами все понятно. Что со мной? У вас, милочка, очень редкий случай. Болезнь свадьбы, так называемая. И она уже в хронической форме. Вам с этим жить. Здравствуйте, доктор. Кабы не было врачей в городах и селах. Здравствуйте. Проходите, раздевайтесь. А это обязательно раздеваться? Детям и пенсионерам нет. А симпатичным девушкам обязательно. Так на что жалуетесь-то? Ой, сердце болит. Голова кружится. Глаза горят. Что со мной, не понимаю. Сердце болит. Медицины наши. Все. В этот праздник я тебе пожелаю счастья, чтобы были в стороне беды и ненастья. Такой дед, ну смертельный. Жить-то будете. Ой. Ах, ну слава богу. Посмотрите на фото. Так легче. Ха. О да. Намного. А кто это на фото? Это я. Пару лет назад. Ах. И холостой. А это рубрика «Женихи Самары». И я ее ведущая Наталья Савина. Ну что ж, доктор, вы мне помогли, и я вам помогу. Рабочий день уже закончен. Может быть, пойдем прогуляемся? Ну хорошо, прогулялись. Но диагноз, доктор, вы мне так и не поставили. Все с вами понятно. Ваш диагноз – это острое, хроническое желание помочь каждому найти свою судьбу. Это точно. Рассказывайте о себе, нашим телезрителям. Меня зовут Денис, мне 31 год. Я врач, врач-терапевт. Я веду здоровый образ жизни. Я увлекаюсь спортом. Я занимаюсь в одном из фитнес-клубов Самары. Футболом, тайским боксом. Занимаюсь на тренажерах. Ты знаешь, а вот интересно мне, если я тебе сейчас спою отрывки из песен, сможешь ли ты, Денис, угадать, про какое заболевание там поется? Конечно. И мое сердце остановилось, мое сердце замерло. Ну здесь говорится о какой-то сердечной недостаточности, инфаркт или что-то в этом духе. И скажи, пожалуйста, сможешь ли ты угадать, вот у этой звезды, есть ли пластика и есть ли да, на каких частях тела? Вот, это довольно много пластика. Какие-то пластика на носу, на губах, на скулах, на нижней челюсти, возможно, даже на надгробных дугах. Практически веет вся сделанная звезда. А теперь, глядя на меня, что можешь сказать? Никаких следов абсолютно не вижу. Респект моему косметологу. Мне бы только вот, знаете, какие лекарства нужны? К холодильнику не подходим, меньше на ночь жрата един, и в общем, жрать и худин. Слышь, какие-то вот такие. Ну вот, с этими лекарствами очень хорошо сочетается заставляй себя в зал един. Да, да, да. В отпуск уходим. В отпуск уходим, спортсумку суберин и на тренировку валин. Вот, такие лекарства, они очень нужны. Но все-таки лучшее лекарство от всех недугов – это любовь. А если не помогает? Необходимо увеличить дозировку. Отлично, прям в дрожь меня бросает от такого жениха. Девчонки, а это говорит о том, что он настоящий мужчина. Очень рекомендую, врач-терапевт Денис. Итак, если он вам понравился, скорее пишите на почту программы, которая будет указана в конце передачи. Мужчины, если вы хотите стать героем, тоже скорее пишите. Всего доброго! С вами была Самаха Наташа. Пока-пока. Пока-пока. Дорогие, любимые наши телезрители! Это снова утро в большом городе. Ну, мы просто обязаны дарить вам летнее, теплое настроение. На улицах, в больницах, в госучреждениях мы все время сталкиваемся с разными объявлениями. И сегодня мы добрались до объявлений в больницах. И самое интересное решили показать вам. На выходные домой нельзя. Никому нельзя. Торг с лечащим врачом не уместен. Умолять бесполезно. Мне интересно, а на коленях пробовали? Врач общей практики, прощай АВ. Прощай и ничего не обещай. Интересно, а говорить он уже вряд ли, наверное, что-то сможет. Да. Ну, а у меня следующая картинка. Я думаю, без комментариев, дорогие друзья, не буду это читать. Это реальные факты жизни. Добавлять здесь нечего. Я начну. Нет. Нет, я начну. Я начну. Нет. Да что нет-то, давай я начну. Всем привет, с вами рубрика «Какой-то досуг». И мы ее ведущие Максим Коцов. И Савин Александр. В нашей рубрике мы расскажем вам про все возможные виды развлечений нашего большого города. Я сегодня продемонстрирую, как можно отдохнуть интересно этим вечером. Вечером? Здорово. Ну, а я подготовил для тебя, Саша, дневной досуг. А именно на озеро, которое находится неподалеку от аэропорта Курумыч. Там чистый воздух, там великолепные пейзажи, и самое главное, там теплая вода. Ну, а что же подготовил Саша, ты для меня? Максим, я для тебя подготовил свой вариант вечернего отдыха, но давай это останется в тайне. Классно, классно. Я люблю интриги, вообще люблю сюрпризы. Итак, ну что, отправились навстречу дневному досугу? Поехали. Поехали. Так вот, Саша, ты готов сыграть со мной в эту игру? Я тебе расскажу правила. Давай, давай, давай. Правила расскажу чуть позже. Все, пойдем сначала на воду, все это поставим. Саша, ну что ж, перейдем непосредственно к правилам игры. Ты готов сыграть? А ты что орешь-то? Да я хотел, ну типа шоу строить. А, ну давай, да. Ты готов сыграть со мной в игру? Я думаю, думаю, что да. Посмотри, позади тебя сейчас находится матрас. Вот это нечего. Настоящий, натуральный, огромный матрас. Задача это удержаться на матрасе, стоя, да. И вот таким подматрасником сбить своего соперника в воду. Ну тогда пойдем. Отлично, мы готовы, поехали. Дальдюха! Дальдюха! Итак, Максим, мы сейчас с тобой отправимся туда, где ты никогда не был. То есть мы отправимся туда за нашим... Тебе там делать нечего. Поэтому мы отправляемся за вечерним досугом. Поехали! Максим, это то место, о котором я тебе говорил. Здесь мы сейчас проведем свой вечерний досуг. Здравствуйте. Здравствуйте. Стоп, подождите. В смысле, Людей будет прямо с бензопилой? Бензопилой. Я понял, Саша, это сюрприз, да? Да. Я сейчас захожу там, отвязываю, а там ярмарка, клоун. Ключи щеним, что ты там светишь? Ключ, Саша, Сашка, приди. Саша, Саша. И самый верхний, это вот сюда. Ну вот, Макс, ты меня свозил на озеро, а вот как тебе мой досуг, который я тебе показал? Досуг — это театр, это досуг, понимаешь? Это просмотр кинофильмов, досуг. Ты слышишь, какое слово? Досуг. Вот знаешь, что хочу тебе сказать? Люди смотрят это утром. Попробуйте сходить утром. Руки трясутся, сердце безстановочно бьется. У меня прилив адреналина просто, и убувь сразу, и прилив сразу, и отлив адреналина. Я не понимаю, что со мной творится. Ну поэтому всем советуем, в общем, посетить всевозможные квест-румы в нашем городе. И на этом всё. Да, и мы обязательно вернёмся сюда и пройдём по всем квест-румам. Да, да. Всё. Доброе утро, дорогие друзья. И сегодня мы с вами находимся в таком замечательном месте, где люди получают море позитивных эмоций, погружаются в самое детство и заряжаются позитивом. И, конечно же, это цирк, цирк и ещё раз цирк. И сегодня мы покажем вам всё самое интересное. Вы готовы? Смотрите на экран. Александр, здравствуйте. Очень приятно вас видеть в Самаре. Здравствуйте. Сейчас уже шоу приехало обновлённое. Конечно, оно разнообразное для всех слоёв населения, и для детей, и для пап, и для мам, и для бабушек, и для дедушек. Есть лирические моменты, есть такие моменты экстремальные, есть дрессура мягкая, которая есть, есть великолепные клоуны, клоуны у нас для детей. Конечно, гимнасты брутальные, это для мам, для таких женщин. Для пап у нас балет великолепный, ну и, конечно, много номеров новых, такая, как лестница. А вот известный ваш друг, Цезарь, да? Расскажите о нём, потому что я видел его выступление, такой интересный, красивый. Вот расскажите, как вы с ним уживаетесь, и чем он эксклюзивнее? Я знаю, что он звезда. Давайте о нём поговорим. Дело в том, что он к нам попал, Цезарь, ещё маленьким, ему было года полтора всего, и первое его, вернее, в полтора года он уехал в первую поездку заграничную, это был Китай. И мы начали работать в Китае, он два года, становление его как артиста произошло как раз на гастроли в Китае, два года гастроли длились наши. Ну, львы, как все известно, это прайтовые животные, они живут прайтом, в прайте есть один вожак, и, конечно, прайтом руководит вожак. Пришлось побороться, доказывая, кто в доме хозяин, ну а теперь мы просто дружим очень хорошо с львом. Любви, здоровья большого, искать позитив в жизни, вот, например, с утра вставать и искать позитив, не искать негатива, не вспоминать, что было вчера, а вот искать позитив и двигаться в позитиве, вперёд. Дорогие друзья! Нам с вами очень повезло, ведь в нашем городе есть цирк, и он для вас всегда зажигает огни! В Самарском цирке до 10 июля вас ожидает новое экстремальное шоу от братьев Шатировых. Дорогие друзья, увидели, заметили, написали, записали промокод, тогда звоните по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах, и получайте наш приз, разовую фитнес-процедуру. Ну, очень клёвую! А вот мне интересно, ребят, а что отличает обычного человека от медика? Ну, наверное, наличие белого халата. Мне кажется, что наличие непонятного почерка. Наверное, они специально так пишут, чтобы пациент не мог ничего разобрать. А если таковые уже имеются, то здесь потребуется помощь другого специалиста. Смотрим на экран. Ирина, постараемся помочь по вашей проблеме, но мне в целом, чтобы понять ситуацию, мне нужно посмотреть сначала в вас. Хорошо. Так, можно ручки? У тебя, я тебе сразу скажу, у тебя здесь нечисть ходит. То есть, это души умерших, это умершие, они проникают каким-то образом вот именно в это помещение, в твою квартиру. Каким образом? Я пока немножко не могу понять, мне нужно будет походить, поориентироваться. Ну, да, это определенно точно могу сказать, что это мир на рту. Здесь их очень много. Вообще, такое ощущение, что здесь вот, как будто мы то ли по кладбищу, я не знаю, здесь очень много умерших. Здесь и в квартире, ну, женской энергетики очень много. Здесь женщина четкая, женщина немолодая. Воплощалась. Мне нужно походить по квартире посмотреть. Хорошо. Верин, посмотрев вашу комнату, продиагностировав, я увидела там вот в том углу у вас мужчина, дух. Ну, вот, ну, уже это же над кроваткой сучь, которая не дает ребенку спать. Ребенок как вот спит вообще у вас? Очень беспокойно. И в зеркале у вас портал открытый. Сейчас я все это буду убирать, закрывать. Пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok Все уже как бы сказали тебе предыдущее, да? Я хочу почистить, во-первых, тебя, а потом мы пойдем сделаем там ритуал. Ты мне поможешь, хорошо? Хорошо, хорошо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok А продолжение смотрите ровно через неделю. Дорогие друзья, ну и напомню вам, что сегодня мы отмечали День медицинского работника. И знаете, здоровье не купишь ни за какие деньги. Ходите, цените и уважайте врачей. И помните о том, что когда человек здоров, ему намного легче и проще живется. Он на все смотрит с позитивным и положительными эмоциями. Ну а с вами была самая яркая программа «Утро в большом городе». Смотрите нас каждое воскресенье в 11.00. Пока-пока! Продолжение следует... Просьба откликнуться всех неравнодушных. Продолжение следует...